Мы все с вами хорошо знаем это знаменитое зеленое здание, памятник раннесоветского конструктивизма, уникальное здание, его часто называют одним из самых страшных зданий в Казани. И значит, вот в этом знаменитом доме жило очень много известных личностей, включая поэта-писателя Калина Ачми, который в то время, а это в 30-е годы, занимал гост председателя Союза, писателя Тай-СССР. И вот значит, в театре «Ругл» тогда шел спектакль в этом здании о людях, которые там жили. И впервые на этом спектакле прочитали отрывки из писем, которые Калина Ачми, его жена, переводчица, писательница Сарвара Дагамова писали другую письма. Написали они эти письма, находясь в будущем разлубке. Калина Ачми сидела в тюрьме по обвинениям, ложным обвинениям, и Сарвара Дагамова в этот момент находилась в Сиблаге. В колонии недалеко от города Меринец. И вот эти небольшие фрагменты, я помню, я их читал, когда поэтесса Юлгус Минолина с танцовщиком-перформером Евгением Скрипачем. И были такие большие футболки, на которых были портреты этих писателей. Там было написано «Свобода Сарвара Дагаму», «Свобода Калина Ачми». И были их портреты, которые были сделаны как раз, когда они вернулись из лагеря. Это была очень красивая пара, и действительно она притягивала внимание всех людей. Но на этих фотографиях мы видим очень усталевших, очень уставших людей, которые прошли через невообразимые трудности. Но больше всего меня затепел этот момент. Конечно же, есть история их любви. И вот в этих письмах Сарвара Дагаму пишет своему мужу, она говорит, что касательно вопроса женщин, я не против. Даже не так, касательно вопроса женщин, девочка, хочешь, если ты хочешь найти себе кого-нибудь, найди. Потому что я из лагерей не выберусь отсюда. Она полностью практически теряет надежду на то, что она снова сможет вас соединить с любимым человеком. И фактически, я думаю, какое надо иметь большое мужество, смелость, чтобы такое написать своему любимому человеку. Я помню, мы с Гляшой шли по набережной берега Казанки, рассказывая ей эту историю, и Гляша говорит, что у нее тогда родилась тема. Это первая тема, которая у нее родилась, тема любви. Точнее, даже тема письма, да, я не попью правильно назвать. Да, те сцены письма, и удивительно, что вот это, представляете, это май или июнь 2018 года, и, да, 12-го года, а опера у нас было написано в 2020 году, да, в 2020 году она была написана, и получается она вот все это время, эта тема, она как зернышко в почве, она ожидала полчаса, чтобы потом выстроить в финале таким очень ярким катарсисом. Да, Карина Ашми и Сарвара Дагамова, это, наверное, главная и самая популярная, самая знаменитая парка того времени. Конечно же, Карина Ашми тогда был председателем Союза писателей, поэтом. Он в свое время начинал писать стихи именно как такой, знаете, больше авангардный поэт. В то время очень было удобно подражать Маяковскому, то есть это ломаные стихи, очень яркие противопоставления, антитезы, метафоры, вот этот напор, дух новой, вот этой молодой советской страны, которая беспощадно идет вперед и видит только светлое будущее. И вот этот оптимизм, вот этот авангард, он присутствует и в ранних стихах, и вот ровно в этой минуте как раз-таки в музее Шарифа Камала читает стихи Хасана Туфана, другого персонажа, который тоже присутствует в нашей опере. Мы все знаем Хасана Туфана, да, по его лирическим стихотворениям любым, но он тоже в новости увлекался вот этим стихотворным авангардом, и они скорее начали были большими друзьями. И спасибо, что вы выбрали музей Сайдашева, а не музей Шарифа Камала. И пришли к нам, потому что, по-моему, это будет сегодня интересно. Так вот, да, Шариф здесь. Кавина Ачбилиев, да, он в свое время начинал именно как авангардный поэт, но потом, позже, его лирика стала такая больше, так скажем, отличающая другу времени, такая больше официозная, советская, но это нисколько не обменяет меру его таланта и меру его обаятельности, потому что, действительно, дом Кавина Ачбилиев и Сайдвара Дагамовой, и тут нужно сказать, что они не были официально женаты, то есть, может быть, это опять же дань того времени, даже то, что люди отказывались от брака, от чего-то буржуазного, от чего-то искусственного, но при этом это люди, которые на всю жизнь сохранили любовь и вернусь к другу. Так вот, эта пара, она собирала в России огромное количество людей по воспоминаниям, мы знаем это по воспоминаниям их современников, что в Игдоме никогда не слыхала музыка, а Сарвара Грабу сама играла на мандолине. К ним приходил также Исалих Сайдашев, Карин Тинчурин. Конечно же, к ним приходили все передовые писатели, они были очень дружны с Хадим Акташев. К ним приходил также Хадим Карин, близкий друг их, который тоже присутствует в нашем роде. Так вот, и вообще 30-е годы, очень такая интересная тема, 20-е, 30-е годы. Мы знаем эту тему также и потому, что очень много людей тогда попали под журналы о репрессии и погибли. Но историки они начали уникальны тем, что это люди, которые смогли выжить в этих журналах этой истории, выбраться оттуда. Пусть искалечены баллонами, но все-таки смогли выбраться оттуда и продолжить творить, и писать, скажем, на благо Родины. И потом, по мере того, как мы начали погружаться этот материал, мы понимали, что тема очень глубокая, нельзя ограничиваться только любой тематикой, нельзя ограничиваться только вот этой красивой историей любви, которая произлучила исторические обстоятельства, и потом они их соединялись. Мы понимали, что это требует какого-то вот глубокого среза общества, времени, духа времени, в котором жили эти замечательные люди. И этот замысел начал очень сильно разрастаться. Но мы понимали, что это также нужно показать и тема рекрессии, конечно же, и тема взаимоотношений человека и власти, тема взаимоотношений художника, писателя и власти в том числе. И в том, как вообще остаться человеком в нечеловеческие времена. И в итоге это и стало главной темой этого опера. Как остаться человеком в нечеловеческие времена. И, конечно же, начал очень сильно разрастаться у нас замысел. У нас появилось много-много персонажей, много сюжетных линий. И у нас летло полгода, наверное, ушло на только того, чтобы разобраться со всем этим, чтобы собрать весь этот материал. Спасибо огромное, конечно же, семье Калины ночные, их внучка, его внучкам, которые сберегли это наследие фактически, есть письма, они были изданы сильнее жизни и страшно смерти, называется книга, черная такая книга, сборник их писем. И, по сути дела, вот эти письма, они как бы и легли в основу этого опера. Но не только это, конечно же, не только это. Но там есть целые куски, где фактически мы просто переложили в более политически, в более удобной форме для иния самые важные, самые драгоценные слова, которые Калина Чли и Савара Адагамова писали друг другу. Я уже говорю очень долго, и я сейчас передам слово автору оперы Минаше Хайрулиной. Я думаю, что эта опера в свое время победила на международном конкурсе композиторов, а партитура занят там первое место. И у нас была огромная радость слышать именно татарскую музыку и татарскую речь, которая в фенатинальном концерте звучала со сцены Вашего концерта в Завар Московской консерватории. Аплодисменты.